Сражение между лучшими саблистами края в спорткомплексе училища Олимпийского резерва. Региональный чемпионат по фехтованию на саблях среди юношей и девушек в возрасте до 21 года выявляет сильнейших. Себя хорошо оцениваю. Соперников тоже в принципе неплохо оцениваю. Можно пофехтовать, есть конкуренция. Самое главное это терпение маленькое. Терпение, ну и координация очень важна на самом деле. То есть скорость принятия решения. Кирилл Шаповалов в свои 18 лет уверенно владеет саблей. Фехтованием он занимается седьмой год и уже третий год подряд входит в состав сборной края. В планах получить высшее тренерское образование. Ведь технику и выдержку спортсменов формирует прежде всего грамотная работа тренерского состава. Конечно, очень сложно готовить. Фехтование это олимпийский вид спорта, это непростой, очень сложный. С одной стороны, вроде что такого взял, он саблю и пошел махать направо-налево. Но это может только показаться на первый взгляд. На самом деле, естественно, фехтование это очень сложный координационный вид спорта. Здесь должна быть координация, скорость, мышление, скорость мышления. И это все в совокупности должен обладать во всем целом, продолжим фехтовальщикам. В этом году участие в турнире приняли около 40 юношей и девушек, чей спортивный разряд не ниже первого юношеского. Участники из Рубцовска приехать не смогли, поэтому сборная региона для поездки на чемпионат России сформировалась из восьми сильнейших барнаульских спортсменов. «Отбор туда идет уже в течение всего сезона. Это как бы апогея нашего старта. Ну, возможно, нас выпустят и поедем на чемпионат мира. Но если нет, значит, на этом и закончим сезон. Мы сейчас достаточно, если говорить, за последние 5-10 лет, у нас достаточно высокий уровень, мы достаточно конкурентоспособны. И Алтайский регион сейчас у нас практически на всех всероссийских соревнованиях, всех возрастных группах всегда звучит». Уже в феврале лучшие саблисты края отправятся в город Орел на соревнования по первенству России. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком.